Одним из наиболее резонансных событий в Новосибирске на прошедшей неделе стала авария, возникшая в жилой пятиэтажке на улице Римского-Корсакова в Ленинском районе. Большая трещина по фасаду здания протянулась от фундамента до крыши и немало напугала жителей. На ЧП обратили внимание в Следственном комитете и прокуратуре. Сейчас с жилищно-коммунальной аварией разбираются силовики. Вечером 5 января жильцы нескольких квартир на Римского-Корсакова-10 почувствовали, что с их домом происходит что-то неладное. Просто послышалось шуршание штукатурки, ее отход. Собственно, до пяти утра не могли спать из-за того, что просто обваливалась штукатурка с кусками бетона. Началось разрушение бетонных перекрытий и кирпичных в том числе. Подобная сейсмическая активность в Хрущевке продолжалась на протяжении пяти дней. Все это время жильцы пытались связаться с муниципальными службами ЖКХ и управляющей компанией. Позвонили сразу же в аварийную службу, попросили вызвать ремонтников. Сказали, что в данный момент вызвать не могут, оставят лишь заявку. Заявку, я так понимаю, оставили на следующий день. Никаких мероприятий предложено не было. 9 января выехали из ЖКС, была проведена фотофиксация и на этом пока что все. К тому моменту на фасаде дома образовалась массивная трещина от фундамента до кровли. По счастливой случайности куски бетона, которые сыпались с потолка в квартирах, никого не задели. Поэтому обошлось без пострадавших. Когда информацию об аварийном состоянии пятиэтажки обнародовали СМИ, на ЧП обратили внимание в прокуратуре и следственном комитете. Следственная группа незамедлительно выехала на место. Проводится осмотр места происшествия и опрашиваются жители дома и сотрудники управляющей организации. Следствием продолжается проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. 12 января глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления возбудить уголовное дело. По какой причине пятиэтажка стала разрушаться буквально на глазах, пока не ясно. Жильцы полагают, что все началось с затопления подвала, который арендует у муниципалитета управляющая компания. 6 числа мы начали обследовать, что и как. Оказалось, что вода течет в отопление. То есть сдернули батарею и кипяток течет в подвале. Горячая вода под фундамент. А потом перепады температуры и вот это вот начинается. Потому что бассейн там горячий был. Сейчас тоже бежит вода? Ну нет, сейчас уже нет. Но она же замерзает, замерзает, расширяется. Из-за этого вот стены отходят. Дом на Римского-Корсакова-10 обслуживает служба заказчика ЖКХ Ленинского района. Однако оперативно связаться с данной организацией не удалось. Даже в будний день никто так и не взял трубку телефона в приемной и диспетчерской. Редакция направила официальный запрос в управляющую компанию по электронной почте, ответ на который пока не поступил. Впрочем, само затопление подвала, арендуемого коммунальщиками, весьма вероятно лишь ускорило процесс разрушения фасада хрущевки, который продолжается уже давно. Дело в том, что пятый подъезд, который оказался в эпицентре коммунального ЧП, по факту является пристройкой. По словам старшей по дому, жители на протяжении нескольких лет жаловались на промерзание температурного шва, вдоль которого потом образовался разлом. Ну, люди, да, жаловались, потому что холодно, потому что дуло. Это было в 2016 году, потом в 2018 году также мы напоминали, ничего не произошло. В 2019 году мы собрались уходить, менять управляющую компанию. Ну, с этого момента у нас все началось хуже и хуже. В итоге дело дошло до появления трещины на фасаде, причем обнаружили ее еще летом. Тогда повреждение было не столь массивным. Муниципальные службы установили в августе на месте разлома маячки, чтобы отслеживать процесс разрушения. Несмотря на это, согласно информации, которая по-прежнему указана на официальном сайте фонда модернизации ЖКХ, капитально отремонтировать хрущевку 1961 года постройки предполагается лишь в 2025. Правда, в мэрии уверяют, что после случившегося планы были скорректированы и работы начнутся уже ближайшей весной. Сейчас мы привлекли организацию, специализированную для оценки прежде всего ситуации. Она возникла ни вдруг, ни сейчас, ни в зимнее время. То есть маячки были поставлены еще в летнее время. Задача перед этой организацией разработать проектно-сметную документацию по ремонту, по проведению капитального ремонта с тем, чтобы привести в порядок этот дом. Но все эти работы мы проделаем. Ну а по состоянию на данный момент коммунальщики лишь запенили трещину, в которую жильцы могли наблюдать улицу и установили очередные маячки. Кроме того, управляющая компания разослала по квартирам уведомления, которые оптимизма людям явно не добавили. В них сказано, что состояние конструкции дома признано стабильным, но возможен переход в неустойчивое положение. Из министерства, из мэрии, если я не ошибаюсь, говорят, что все хорошо, всего лишь пара кусочков штукатурки отпала. Если они так считают, я не против с ними поменяться на сутки, пусть они здесь поживут и посмотрят, как на самом деле обстоят дела.